Приветствую всех, это канал Академия Эйдж, и сегодня мы рассмотрим вместе с вами 4 параграф учебника по истории древнего мира 6 класса. И 4 параграф вносит название культура эпохи Эниолита и бронзового века. Данный урок предназначен для тех, кто готовится к вступительным экзаменам в высших учебных заведениях, а также для тех, кто любит историю. В ходе нашего урока я перескажу весь параграф и остановлюсь на важнейших датах, так как они в рядном случае попадутся на ваших тестах. А в конце данного урока задам пару вопросов для того, чтобы закрепить данную тему. Культура эпохи Эниолита и бронзового века. Основные черты эпохи металла. В конце эпохи неолита человеком было совершено еще одно величайшее открытие, это использование меди, первого металла, из которого люди стали изготавливать орудия труда и оружия. Исходя из того, что мы прошли предыдущий параграф, мы знаем то, что до того момента, когда они изобрели медь, они использовали камень. Использование меди способствовало развитию их духовной и материальной культуры. Период распространения медных орудий труда наряду с каменными называется Эниолитом, который охватывает период от 4 до середины 3-го тысячелетия до нашей эры. Период распространения медных орудий труда наряду с каменными также называют Меднокаменным веком. Развитие металлургии оказало большое влияние, как я уже сказал ранее, на материальную и духовную культуру людей. В четвертом тысячелетии до нашей эры на Древнем Востоке возникают первые города и государства. На юге Средней Азии зарождаются поливное и эрикационное землетелие, появляются многокомнатные дома, построенные составы кипяча, а также гончарной печи для обжига глиняной посуды. Черамика также украшается изображением зверей, птиц и растительных орнаметров. Люди научились всплывать медь с соловым, свинцевым или цинком и получать бронзу. Поскольку бронза была значительной в первой же меди, постепенно в середине третьего тысячелетия до нашей эры она становится основным материалом для изготовления орудия труда и оружия, украшения. Имея орудия труда из бронзы, люди могли гораздо лучше обрабатывать поля и увеличивать потемные площади, в результате чего у них стали появляться излишки продуктов питания. С появлением плужного землетелия, скотоводства, ремесленного производства, главная роль жизни общества переходит к мужчине. За женщиной сохраняется работа по домашнему хозяйству. Кладенствующее положение семьи занимает мужчина. При создании семьи жена переходит в род мужа, родство признается по отцовской линии, наступает опор по патриархату. Переход к патриархальному роду сопровождался формированием патриархальной семьи. Такая семья состоялась в нескольких поколениях ближайших родственников по отцовской линии. Одна из древнейших поселений землетельцев и скотоводов. Археологи обнаружили озеро Даман-2, внизу их реки Зарушан и древних поселений землетельской и скотоводских племен были также найдены в Алицинском оазисе. В долине Суркандари археологиями было обнаружено поселение древних землетельцев Саполита-2, Мазурабанский район, который относится в период с конца 3-го начала 2-го тысячелетия до н.э. Здесь были раскопаны постройки из сердцевого кирпича, жилые, хозяйственные помещения, мастерские, в которых изготавливались керамические изделия, орудия труда, оружие и украшения из бронзы. Поселения нашли также зелень, пшеница, ячмень, хранившийся крупных сосудов, хумат. Также важно запомнить то, что Заман-Баба было древним поселением землетельцев в Каракульском районе Бухарском Вилаято, конец 3-го, начало 2-го тысячелетия до н.э. Другое поселение землетельцев Джаркутан возникло недалеко от современного города Шарабата. Его планировки уже прослеживаются первые признаки города. На Джаркутане раскопано святилище в ранний храм. Жители поселения эпохи бронзы достигли больших успехов в развитии различных ремесел, ткачества, кончарного производства, изготовления ювелирных изделий, строительства. В эпоху бронзы люди изобрели гончарный круг и колесо, появились средства передвижения. Вопросы. Какой период каменного века люди изобрели медь? Назовите период, которые относятся к меднокаменному веку и неолиту. Начиная с какого тысячелетия на Древнем Востоке возникают первые города и государства? Какой вид земледелия развивается на юге Средней Азии, начиная с 4-го тысячелетия до н.э.? С какого материала строились многокомнатные дома? Как люди получали бронзу? Назовите период, когда была изобретена бронза. Какой период у людей стали появляться излишки продуктов питания? Перечислите основные причины перехода от матриархата к патриархату. Перечислите древние поселения земледельцев, которые относятся к бронзовому веку. В каких местностях планировки городов были найдены первые признаки городов? Где было раскопано святилище? Ранние храмы. Перечислите главные открытия эпохи бронзы. И на этой ноте мы заканчиваем наш урок. Не забудьте прослушать данный урок еще раз и сделать пару заметок для того, чтобы полностью закрепить данную тему. До скорой встречи!